Познавательно, интересно и совершенно бесплатно. В пятницу по улицам Гродно будет курсировать троллейбус, платить за проезд, в котором не нужно. Более того, по маршруту предусмотрены остановки, где для пассажиров будут проведены экскурсии. Акция «Троллейбус-шитальня» приурочена к юбилею города. Именно поэтому для исторического путешествия был выбран и троллейбус с раритетным прошлым. На сегодняшний день имеется один троллейбус 90-го года. Мы стараемся поддерживать его и в техническом, и в санитарном, надлежащем состоянии. Выбор, наверное, пал не случайно, потому что это праздник города, это историческая дата, и поэтому и троллейбус какой-то исторический должен быть. Уникальный троллейбус, несмотря на солидный возраст, ежедневно курсирует по маршруту номер 3. А вот к торжеству его на время сняли с линии, чтобы придать ретро-машине праздничный лоск и добавить тематические детали. Первый выезд троллейбуса «Троллейбус-шитальня» запланирован в полдень 14 сентября. Его маршрут будет пролегать по историческому центру Гродно. Вначале у нас будет работать бригада библиотекарей-экскурсоводов. Один из них будет в костюме профессора Знайки. И будет рассказывать тем, кто будет в троллейбусе в этот момент, о различных объектах гродненских, которые, гродненской архитектуре, которые будут встречаться на протяжении движения, по ходу движения троллейбуса. По пути следования запланированы остановки, где экскурсии для пассажиров будут продолжены на улицах города. Совершить поездку на ретро-троллейбусе может любой желающий. Всего, согласно расписанию, будет сделано 4 рейса с периодичностью раз в час, начиная с полудня. Посадка будет совершаться на остановке парк Жилибера. Напомним, впервые считающий троллейбус появился на улицах Гродно ровно 5 лет назад. За это время библиотекари провели для гродненцев уже 6 троллейбусных экскурсий, посвященных литературе о гродно.